Доброе утро! И я приветствую всех участников на последнем завершающем тренинговом модуле. Потому как завтра и в рамках следующей сессии мы начнём более интерактивные мероприятия, определённые в формате семинаров. Но сегодня у нас завершающая тренинговая сессия. И это своего рода возможность уточнить. Возможно, у кого-то есть какие-то сомнения либо какие-то запросы на пояснение тех вопросов, которые мы обсуждали вчера. Я подожду 10 секунд. Возможно, от вас поступят какие-то вопросы либо предложения. Ну что ж, ещё несколько секунд. Итак, нет вопросов. И мы можем начать пояснительную часть завершающей сессии. По аналогии со вчерашним днём, хочу сказать, что второй модуль посвящён валидации и верификации соответствующим органам. Опять же, если у кого-то есть какие-то вопросы либо сомнения, требующие пояснения, я хотел просто подчеркнуть, что вот эти два стандарта, 145 и 170-29, они, по сути, являются основополагающими для органов верификации и валидации. Вы можете увидеть, что в названии упомянуты два стандарта. Но в реальности у нас есть ещё дополнительный стандарт. И это своего рода эволюция, которая произошла в процессах по верификации и валидации. Но мы начнём с данного слайда и сначала ознакомимся с программой. Что касается названия, у нас есть вводная часть, которая посвящена новому сценарию валидации и верификации парникового газа. И по этой причине, после этой вводной части, я поясню требования ISO 170-29. Я также, почему в начале сессии я даю пояснение по стандарту, который не является стандартом, указанным в названии. После этого я расскажу о требованиях стандарта ISO 140-65. И затем некоторое время мы посвятим описанию перехода. Потому как мы видим, что за последние годы очень многое изменилось. И нам необходимо понимать, каким образом ситуация будет меняться в последующие годы. И в завершение я расскажу вам об документе 6 Международного форума по аккредитации, который используется для применения ISO 140-65. На данный момент этот стандарт доступен на сайте, веб-сайте ISO. Вы можете найти версию 2013 года. Но если вы посетите сайт на следующей неделе, может быть, через 10 дней, вы увидите новую редакцию, потому как на данный момент мы ожидаем публикации уже утвержденного стандарта. Ну что же, давайте начнем со сценария аккредитации. Мы знаем, что первая версия 146.4.3 и 146.5 были опубликованы в 2006 году и, соответственно, в 2007 году. Но сейчас у нас есть новый стандарт, 170.29, и он связан с нашим пакетом по валидации и верификации парниковых газов, потому как этот стандарт является общим стандартом для всех видов валидации и верификации. И определенным образом у нас появился новый игрок в нашей игре. И этот новый игрок описывает отношения между действующими стандартами. И почему я рассказываю об этом стандарте, я хочу пояснить, в чем заключается суть этих взаимоотношений между стандартами. И, возможно, имеет смысл начать с пояснения. Я хочу сказать, что это общий стандарт для всех видов верификации и валидации. И, соответственно, когда мы используем этот стандарт, первый наш вопрос, относится ли наше мероприятие к объему, к расширенной области применения ISO 65, или же эта деятельность более относится к ISO MEG 170.29. И на данный момент мы на это не обращаем внимания, но мы должны понимать, что эти стандарты существуют. И, соответственно, мы смотрим, в какой области относятся наши мероприятия. Сейчас мы в такой несколько замороженной ситуации, потому что вот здесь, в графе «другие отрасли» у нас пока нет четкости, но мы ее ожидаем в ближайшее время. Если мы используем 29 стандарт, но относимся к области применения 65, мы движемся по этому направлению. И тут же вы увидите, что здесь написано «расширенная область применения». И это одно из самых важных положений и изменений в 65 стандарте, потому как ранее этот стандарт относился и распространялся только на верификацию ПГ. А сейчас область применения расширена, и она сейчас охватывает все валидации верификации в области охраны окружающей среды. То есть это любые верификации экологического характера, которые сейчас подпадают под ISO 1465. Соответственно, область применения расширена. Если мы считаем, что мы относимся к этому блоку, у нас вопрос, к примеру, обсуждаем ли мы вопросы водных ресурсов, либо какие-то меры по адаптации, либо, возможно, какие-то другие мероприятия, которые на самом деле очень интересны с точки зрения ISO. Но мы должны понимать, что наша основная задача – это парниковые газы, поэтому мы пока от этого отходим и уходим вот в левую часть. Если мы выполняем мероприятия, связанные с валидацией и верификацией парниковых газов, нам необходимо обратиться к стандарту 144, часть 3. Это именно тот стандарт, который мы используем и который мы обсуждали вчера. У кого-то включен микрофон. Коллеги, пожалуйста, если это возможно, отключите микрофон. Спасибо. Спасибо, спасибо, Сауле. И вчера мы дали пояснение по 144, часть 3, и мы упоминали, что это стандарт, целевой стандарт для верификации и валидации парниковых газов. Учитывая это, если мы переходим вот сюда, это и есть, вот смотрите, здесь стандарт по экологическим разрешениям, в частности, по парниковым газам, и мы понимаем, что все эти три стандарта на данный момент применимы. Мы переходим к следующему уровню, который предусматривает, что нам необходимо уточнить, что именно мы направляем на верификацию. К примеру, это часть первая, ИСО 146.4.1, либо, возможно, ИСО 146.7, либо это отчет о выбросах ИКАО в соответствии с требованиями ИКАО. И сейчас мы понимаем, что когда верификационный орган входит в эту игру, ему необходимо учитывать, какой стандарт применять и какой стандарт будет использоваться для верификации. Если у вас есть какие-то вопросы по данной схеме, она, по сути, основа всей дальнейшей дискуссии, поэтому, если есть вопросы на данном этапе, прошу вас их озвучить. Но если я не увижу вопросов, я буду двигаться дальше. А что такое ИКАО в предыдущем слайде? А, вопрос, да. ИКАО – это программа, связанная с выбросами воздушных судов. Я не знаю, человек, который задавал вопрос, участвовал ли в первом дне. У нас была небольшая обводная часть, которая давала пояснение по этим органам. И, к примеру, мы говорили о том, что в Европе у нас UTS, которые определяют требования для морских перевозок и выбросов при морских перевозках. И также у нас есть другие международные программы, к примеру, DCS, которая охватывает все суда, курсирующие по миру. Либо у нас есть ИКАО – это международные авиакомпании. То есть это программа, которая предусматривает соблюдение требований в отношении выбросов ПГ. А можно еще один вопрос? Вот есть стандарт по водному следу. То есть 14.065 стандарт можно аккредитоваться по верификации, инвалидации, скажем так, водного следа. Правильно? Да. Спасибо большое. Пожалуйста, но помните, что стандарт будет опубликован на следующей неделе. И мы пока что исходим из того, что требования и правила пока не опубликованы. На следующей неделе стандарт будет опубликован, и после этого мы сможем им пользоваться. На самом деле это очень удачный момент, потому как мы проживаем в условиях изменяющейся ситуации. Рады по всем? У нас есть вопрос? Пожалуйста. Да, вот у CDP есть водная анкета, и по верификации данных по водным ресурсам можно непосредственно при аккредитации, да, я не помню название стандарта по водному следу, можно будет проводить эти работы. Правильно? Повторите, пожалуйста, вопрос еще раз. Не совсем понятно. То есть при аккредитации по новой версии 14.065, то есть не только вот 14.064, третья часть, я сейчас не помню название стандарта по водному следу, при аккредитации можно проводить верификацию анкеты по водному следу CDP. На самом деле я не совсем планировал обсуждать объем всех доступных стандартов. К примеру, вот эти вот, здесь есть 14 стандарт по... У нас есть, по-моему, есть еще 17 или, возможно, я путаю цифры. Есть специальный стандарт, который специально предназначен для верификации и валидации информации о водных ресурсах. Я предлагаю вам принять участие рабочей группы, которая будет целенаправленно работать по водным вопросам. Возможно, и для вашего органа будет интересно принять участие в этом мероприятии. И также вы ознакомитесь с другим спектром и диапазоном стандартов, которые как раз-таки относятся к области водных ресурсов. У меня просто нет слайда вот именно по вот этой части. Это немножечко другой контекст. Все, мне понятно. Даниэль, вопрос... Пожалуйста, ставь. Даниэль, there is a question in chat. Он на английском? Да, спасибо. Yes, very clear this question. Да, спасибо. Вопрос очень понятен. Цель сегодня – дать ответ на этот вопрос. Поэтому я предлагаю, чтобы коллеги подождали, потому что это как раз-таки будет содержание наших слайдов сегодня. Окей, хорошо, Игорь, я думаю. Окей. So exactly the point of the colleague start with... Сейчас вот этот вот момент, который коллега задает, он начинается на следующем слайде, потому что мы понимаем, что сейчас есть определенный потенциальный перехлёст в отношении разных терминов, требований. И поэтому нужно очень чётко понимать, рассуждать, каким образом этот перехлёст существует между двумя стандартами, которые на том же уровне находятся и применимы, применяются одновременно. И я бы хотел показать вам вот эту картинку. Это коллеги. Кого-то из них, коллеги из аккредитационного органа Казахстана знают. Это последняя встреча, которую мы проводили в Миланском офисе Акреди для разработки 17.029. Я участвовал во всех трёх процессах. 14.064, часть 3, 14.065 и 17.029. Я могу дать вам базовую информацию по всем этим трём стандартам. Ещё следующий важный момент. Мы создали новую площадку в системе оценки соответствия. Вы знаете, ИСО КАСКО – это часть международной организации по стандартизациям, которая посвящена этому вопросу. Видите, здесь некоторые стандарты, которые вы, возможно, помните некоторые. 17.01 – это стандарт для органов аккредитации. То есть аккредитационный орган должен соответствовать данному стандарту для того, чтобы быть частью, к примеру, МЛА. Но здесь у нас есть пакет стандартов, которые применимы к органам проверки соответствия сертификационным органам, верификационным органам. То есть есть группа, семья мероприятий по оценке соответствия. К примеру, здесь испытательные калибровочные лаборатории, орган инспекции или, допустим, проверяющие органы и органы сертификации. Вот здесь. Для них у нас есть система менеджмента, продукция и по стандартному персоналу. Это разные мероприятия. Справа – сертификация, слева – это испытательные калибровочные лаборатории, органы инспекции. И сейчас возникает новая ситуация, которая называется «Валидация и верификация». То есть у нас вот здесь вот есть органы верификации и валидации. Хочу подчеркнуть, чтобы объяснить вам, что в настоящее время мы как бы у нас новое животное, зверица, потому что мы не конкретизируем какие-то конкретные сферы внутри сертификации в тех стандартах, которые существуют уже. Нет, мы создаём новую концепцию, новое мероприятие по оценке соответствия. И это очень важно. Мы начинаем с нашего опыта, с 2006-2007 годов, с верификации, валидации ПД. И через 15-16 лет мы приходим к тому, чтобы создать новую сферу оценки соответствия. И я думаю, это очень важная идея. Слайд этот сложно читать в вашей версии, но я попытаюсь по максимуму рассказать об этом. Это график, который я разработал с Аннабелем, Ана, это орган аккредитации США. Мы обсуждали, каково взаимоотношение между 17.029 и 065. Это вот как раз таки описано в этом стандарте. Как вот эти два стандарта должны работать. И если завтра я получаю заявку на аккредитацию, что нужно мне делать? Первая часть я попытаюсь прочитать на мой взгляд. Даниэль, сори, вы можете остановиться немножко? Мне одному не слышно переводчика сейчас. Я попрошу тогда, Даниэль, начать заново с этого слайда. Секундочку, тогда я сейчас ищу кое-что. Хорошо. Эта диаграмма довольно сложная. Я извиняюсь за то, что сложно прочитать. Очень мелко. Я постараюсь, что стоит с этой диаграммой. Это то, что я работал с ответственным аккредитационным органом США. Аккредитационный орган, этот называется ANAP. Мы обсуждали вместе с его представителями то, каким образом мы можем рассматривать взаимосвязь между ISO 17.029 и 14.065. Это как раз таки то, что здесь показано на данной диаграмме. Вопрос из ANAP был следующий. Что нужно делать, когда мы получаем заявку на верификационно-эвалюционный орган? Первый вопрос, который нужно задать, он показан здесь. Основана ли аттестация, базируется на исторической информации, или же эта информация прогнозирует будущие результаты. Это то, что определяет, разграничивает репетацию от валидации. И в зависимости от ответа на этот вопрос, если мы отвечаем, если мы скажем «да», тогда мы идем в сторону вот сюда. Вот из 0.029. То есть ответ на этот вопрос позволяет мне выбрать направление, потому что если ответ будет «нет», то я должен идти сюда. Тогда я проверяю, основана ли аттестация на проверке и инспекции. Тогда это определит, будем ли мы использовать существующий стандарт. И вернусь на секундочку. Вопрос от Анап здесь заключается в следующем. Если ответ «нет», нужно идти вот сюда, сюда или сюда. Если ответ «да», тогда мы идем в сторону вот этого стандарта. И это первый вопрос, первая точка. Переходим сейчас к нашему следующему слайду. И теперь вот здесь. Хорошо. Вот этот. Какой следующий вопрос? Вопрос следующий. Связана ли заявка с экологической информацией? Вот тут вопрос. И у нас легкий тут ответ «нет». В этом случае, если ответ «нет» на этот вопрос, мы переходим к следующему вопросу. Новый тип заявки, требующий новый подход. ВВ. То есть мы идем в другом направлении. И к экологической информации. Сейчас я вернусь к другому вопросу. Вот здесь. Мы говорим «да». Да, вот если мы отвечаем «да», мы в ИСО 17.029, но не в сфере экологии, к примеру. Тогда мы идем вот в обратном направлении. Но если мы сейчас… Вот мы здесь. И вопрос следующий. Да. Если мы отвечаем «да», если мы отвечаем «да», заявка касается экологической информации, тогда следующий вопрос у нас возникает. Связана ли заявка или это утверждение с информацией по ПГ? «да». Если идем вот туда, то есть есть дифференциация между экологической информацией и… Если речь идет об экологической информации, мы видим, что применяется 14.065. Но, возможно, нам нужен другой стандарт, к примеру, 14.0.17 по вводной информации, которая была упомянута раньше. Это другой документ. И есть еще конкретный стандарт, который может применять 14.0.25, 14.0.46. Большое количество других стандартов, которые в данной сессии не обсуждаются. Если мы вернемся, я почищу экран и перейдем к последнему аспекту нашей презентации здесь. Если это, допустим, экологическая информация, связана ли она с информацией по ПГ? В этом случае мы используем 14.0.65, 14.0.64, часть 3, Я повторяю то, что я уже говорил. Я просто хочу подчеркнуть вот это взаимодействие с сферу применения каждого из стандартов. То есть, если у вас есть какие-то сомнения на данном этапе и уточнить, пожалуйста, поднимите полностью, полностью быть на одной волне, на одном понимании в отношении взаимосвязи стандартов. Если у кого-то есть вопросы, но, если честно, что-то связь, сегодня связь немножко барахлит, поэтому иногда прерывается перевод. Я надеюсь, это не сильно мешает. Если есть вопросы, пожалуйста. Окей, все, я тогда продолжу, да? Да, да, пожалуйста. Итак, следующий слайд. Этот слайд не был частью вашей презентации, которая была предоставлена заранее. Я вам предоставлю еще обновленную версию презентации. Я получил информацию от Казахстанского агрессионного органа, дополнительную информацию несколько дней назад, и я их благодарю за это. Я думаю, что будет полезно вот эту информацию включить в данную презентацию, потому что она затрагивает очень такой технический вопрос для многих людей. Но, с моей точки зрения, это очень полезно. Этот слайд показывает взаимосвязи между верификацией, валидацией 17.029 и 17.065. Это структура АЭФ МЛА. Позвольте сказать, здесь отражена иерархия документов для того, чтобы упорядочить МЛА. И здесь мы начинаем со стандарта, который применим к аккредитационному органу. Прошу прощения, что происходит? Окей. Мы уже видели, мы уже знаем, что 17.011 – это стандарт, который применим ко всем аккредитационным органам. Это называется первый уровень. Второй уровень – это категория. Категория мероприятий по проверке соответствия. Сертификация продукта, система управления, персонала и валидация и верификация. Пока что всё понятно. Уровень третий. И здесь очень важная часть. Каким-то образом, если вы на секунду… Прошу прощения, что я туда-сюда перемещаюсь, но я думаю, вот это полезно будет для того, чтобы лучшее понимание добиться. Каким-то образом, вот этот вот момент. Уровень три описывает, какой стандарт применим на максимальном уровне к аккредитации органа по проверке соответствия. Если, к примеру, речь идёт о сертификации, тогда вот эти стандарты. Три вот этих мероприятия. Если вы работаете с лабораториями, тогда вот этот стандарт применим и так далее. То есть важная часть, потому что она описывает, какой стандарт на более высоком уровне должен применяться к органам проверки соответствия, к агрессионным органам, органам верификации и валидации. У меня тоже технические какие-то накладки сегодня утром. Итак, мы посмотрели уровень три и здесь узнали, что есть два стандарта на одном уровне по валидации и верификации. И это необычно. Обычно для одной сферы есть только один стандарт. А вот этот стандарт MLA был обновлён 14 октября 2020 года. То есть это новая совершенно информация. После этого уровня всё становится более чётко и понятно. Например, позвольте проверить. Окей. Вот здесь. Вот здесь весь пакет, который мы узнаём. 64, часть 3, 14.066. Если мы пойдём к конкретной стандарте по валидации и верификации, тут конкретные детали. Если мы перейдём к уровню 5, здесь есть дополнительные требования, руководство. И уровень 6 – это конкретный стандарт, который касается верификации. На, прошу прощения, на уровне 5. Что я имею в виду здесь? Главное. Что я хочу сказать здесь? Главный момент здесь. На третьем уровне. У кого есть правило быть здесь, на этом уровне, для валидации и верификации. В настоящее время что обсуждается? Обсуждается изменение данных взаимоотношений. кто уровень 3 будет оставаться на 17.029, а уровень 14. Там будет 14.065, 64, часть 3 и 66. Какой вывод этого обсуждения? В настоящее время, сейчас, в этом месяце, что обсуждается? Где, какое место должно быть отведено для 14.065? Это должен быть документ уровня 4, уровня 3. И, возможно, я думаю, что в реальности это очень важная дискуссия. Она определяет сферу применения МЛА. На мой взгляд, я бы предпочел, чтобы стандарт 14.065 был на третьем уровне, потому что по новой версии 14.065 есть огромный спектр мероприятий по парниковым газам 14.065, часть 1, по транспортировке DCS для IMO. И когда мы выходим за пределы ПГ, есть ещё целый ряд других мероприятий по водному следу, экологические отчёты и так далее, и так далее. И огромное количество мероприятий, и, вероятно, имеет смысл остаться в той схеме, где 65 наверху, а прочие отраслевые стандарты на более низких уровнях. Я понимаю, что, возможно, это вопрос технический, и, наверное, неуместно сейчас в него углубляться, но я хотел бы, чтобы вы понимали, каким образом работает вот эта схема многосторонних соглашений о признании стандартов МЛА. Так, здесь вопрос от Екатерины Никифоровой в чате. Читаю вопрос. В области аккредитации органа по валидации указывается только 14.065 или 17.029 тоже нужно указывать? В определенном смысле это как раз-таки связано с вот этими третьими и четвертыми уровнями 14.065. Какое место он занимает? Я буду выражать свою точку зрения. Нет никакого официального документа, который опровергает либо поддерживает мою точку зрения. Ну, более того, я принимал участие в ряде обсуждений в рамках международной формы по аккредитации, но у меня есть мое личное мнение по этому вопросу. Я считаю, что если 14.065 будет перенесен из четвертого уровня на третий уровень, на мой взгляд, сертификаты по аккредитации могут указывать только 14.065. Если же мы оставим его на четвертом уровне, нам нужно будет указывать оба. Но я повторю, что это моя личная точка зрения. Я знаю, что вы предпочитаете получить какой-то окончательный ответ, но необходимо помнить, что мы сейчас обсуждаем стандарт, который еще не опубликован. У нас он будет опубликован на следующей неделе. У нас трехлетний переходный период. И обычно такие обсуждения имеют место после публикации стандартов. И тогда и принимаются все сопутствующие решения. Я не вижу дополнительных вопросов. И поэтому мы переходим к требованиям ISO 17-29. Кто-то поднял руку. А, Анар подняла руку. Возможно, она хотела бы, чтобы ее микрофон включили. Либо у нее есть какой-то инометр. Да, хотела уточнить. Возвращаясь к вашему слайду, Даниэль, назад, если можно, его на экран. Ну, насколько я понимаю, 14-0-65, он и так уже сидит в структуре и в МЛА в третьем уровне. Почему-то на вашем слайде он сидит в четвертом уровне. Это вопрос. Да, вы правы. Да, он сейчас на уровне 3. Да, он действительно там присутствует, потому что 14-0-65 имеет другое содержание. А то, что... Спасибо, кстати, за ваш комментарий. Это как раз-таки по той причине, что мы говорим о 14-0-65. Извиняюсь, у меня просто гуляет экран. Пытаюсь победить мышку. Надеюсь, сейчас получится. Вот, вы видите, да? 13-й год. Этот документ не указывается никаким образом в 17-м стандарте, в старой версии. И вот эта действующая версия 14-0-65, она стоит как третий уровень. Что сейчас обсуждается? Какова будет позиция стандарта 14-0-65, когда мы перейдем к новой версии? На каком уровне он будет располагаться? Вот он. Потому как в этом случае вот эта потенциальная структура, связанная с 14-0-65 и новой его версией, я не знаю, скажем так, к чему придут лица ответственных за принятие решений. Мое личное мнение – поднять 14-0-65 на третий уровень. И большинство участников форума считают, что необходимо опустить на четвертый уровень. Мое личное мнение, что разумнее оставить на третьем уровне. И Анна, Аннар, извините. И если вы, как орган по подтверждению соответствия, можете как-то повлиять, либо как-то посодействовать таким решениям, то я только приветствую более того, это хорошая пища для обсуждения на следующей неделе. Я попытался ответить на ваш комментарий. Надеюсь, успешно. Наверное, да. Я думаю, она уже удовлетворена ответом. И у кого-то еще есть вопросы? То есть, получается, Даниэль, мы в аттестате аккредитации указываем 17.029 и 14.055. Это исходит из вопроса Екатерины. Так получается? В сертификате аккредитации. На английском, наверное, сертификат надо говорить. Окей. Maybe we may also have the discussion возможно во время следующего семинара у нас будет целевое обсуждение, но мне нужно разграничить ситуацию. Ситуация такая, что сейчас по состоянию на сегодняшней ситуации сегодня мы все эти мероприятия проводим по 14.065 и только 14.065 13-го года точкой. Здесь нет никаких разночтений. Но что может произойти начиная со следующей недели? Мне пока на 100% непонятно. Вероятно, что общепринятая позиция заключается в том, что необходимо будет указывать оба стандарта. Но для того, чтобы дать вам окончательный ответ, мне нужно увидеть окончательный документ международного форума, который пока еще недоступен для общего пользования. Мы переходим к 17.0.29 и прошу вас помнить, что мы обсуждаем достаточно новую ситуацию, ситуацию, которая пока еще не пришла к логическому завершению, потому как 29-й стандарт был опубликован 30 октября 2019 год назад. И поэтому помните, что мы сейчас в движущейся, в живой ситуации. Она развивается и мы видим, каковы требования. Я напомню еще раз, что этот стандарт предназначен для органов по верификации и валидации. И вы видите, как обычно, общие типовые части области применения, ссылки на нормативы, термины, принципы. Затем у нас общие требования, требования к структуре, к ресурсам, программа валидации и верификации. Это очень интересный момент и очень много дискуссий ему посвящено и там целая история требования к процессу, требования к информации и к системе управления. Мы начнем с области применения. Когда мы говорим о требованиях, которые имеют отношение к органам по подтверждению соответственно, нам необходимо всегда помнить очень важный момент. Это требования к то есть те требования, которые указаны в 17.029, это требования компетенции последовательности операций и беспристрастности органов. Получается компетенция людей, которые принимают участие в этих мероприятиях, как управлять и обеспечивать последовательность и очень важный вопрос здесь беспристрастность. Когда мы говорим орган, мы можем говорить о органах первого уровня, второго и третьего. И когда мы говорим об органах третьих сторонах и органах третьей стороны, мы должны понимать, что тут имеется разный уровень интереса. К примеру, мобильная компания, они хотят заплатить людям, которые выполняют верификацию, за выполнение перекрестной проверки. И возможно, они хотят потом признание этого документа в соответствии с этим стандартом. Как раз таки вот об этих уровнях и сторонах я и говорю. Еще один момент, то, что стандарт применим к любому сектору. Мы уже говорили ранее о вероятности применения данного стандарта в любых отраслях, но важно, то этот стандарт применяется наряду с стандарт стандарта. То есть, мы не можем более использовать только общий стандарт. И это очень интересный момент, потому как 17.029 по сути открыт для всех секторов, но наряду с этим и закрывается, говорит, да, вы можете использовать 18.029, но в сочетании с отраслевым стандартом. И тут есть еще одно требование, мы позднее поговорим о нем, когда будем говорить о программе. Да, безусловно, нам также нужно понимать, что здесь есть требования и к процессам, и к процедурам. Кто-то задавал мне вопрос во время предыдущих сессий, возможно ли выступать как верификационно- валидационный орган и реализовывать эти оба процесса или отдельно. И здесь уже на этот вопрос ответ есть. Органы могут быть органами только валидации, только верификации или реализовывать оба процесса. То есть получается, что здесь очень четко это разграничение уже как бы устраняется. Вы можете быть не только отдельно органом по валидации, органом по верификации, вы можете быть органом, реализующим оба этих процесса, термины и определения. Также надо дать пояснение здесь, но прежде, чем мы погрузимся в определение, мне необходимо дать вам пояснение в части рабочей группы. У нас есть рабочая группа, ответственная за разработку 17.029. Старый опыт, который сейчас имеется на рынке в части ВВ во многих государствах мира связан с верификацией и валидацией выбросов парниковых газов. То есть нет никаких сомнений, что есть определенный накопленный опыт. Но когда мы начинаем работу по разработке 17.029, только два или три человека по сути из этой области пришли принять участие в этом обсуждении, в этой разработке. Это я, еще один эксперт из Индии и, кажется, один коллега из Великобритании и, кажется, один из Германии. Ну, четыре человека. Большая часть людей за столом, это были сертификационные органы, аккредитационные органы, либо другие заинтересованные стороны, но не люди, обладающие опытом парниковых газов. Хотя возможно, это связано с тем, что более широкая область применения, но, на мой взгляд, это было своего рода психологическое соревнование. то есть, это люди, которые уже в этой области работают на протяжении множества лет, и есть люди, которые пришли с новыми веяниями, но они работали вне области ПГ, и по этой причине иногда возникала дискуссия между двумя сторонами, между двумя точками зрения, и мы пришли к определенному компромиссу, который я лично не очень приветствовал, но вся эта преамбула, она предназначена для того, чтобы дать вам пояснение, почему у нас такие определения термина валидации. Стандарт указывает, что этот документ не применим к примеру, для систем управления, то есть вы не используете этот документ для валидации, верификации систем управления. Но по какой-то причине, на мой взгляд, странной причине, прежде чем мы начали наше первое совещание, ну, по крайней мере, первое, в котором я принял участие, в документе уже было определение, которое, то есть оно было, на мой взгляд, не рабочим определением, но оно там уже было. У нас было длительное обсуждение, в конечном итоге у нас получилось заменить несколько слов для того, чтобы хотя бы отразить те положения, которые уже есть в 65-м стандарте. И поэтому вы можете увидеть, что это такое открытое определение. Это, во-первых, подтверждение утверждения есть требования по, то есть, по сути, сейчас звучит так, подтверждение заявления путем предоставления объективных доказательств того, что требования для конкретного предполагаемого использования или применения были выполнены. И здесь мы были нацелены на том, чтобы в дальнейшем была четкая связь между тем определением, которое используется в 65-м стандарте. И вы видите, есть тут важное примечание. Иногда, кстати, в определениях примечание более важное и более информативное, чем само определение, которое гласит, что валидация применяется к заявлениям, касающимся предполагаемого использования в будущем на основе прогнозируемой информации. И здесь сказано еще подтверждение вероятности либо правдоподобности. То есть здесь оно говорит, это примечание говорит о том, что мы обеспечиваем соответствие определению, указанным в 65-м стандарте. Посмотрим на определение верификации. Это подтверждение заявлений путем предоставления объективных доказательств того, что указанные требования были выполнены. И вы видите, как выразил один из наших коллег в первом модуле в один из первых дней. Мы признаем верификацию как двухуровневую деятельность, верификацию критериев и подтверждение заявления по ПГ, то есть подтверждение цифр. Вы говорите, цифры существенно правильны. И потом стандарт реализовывается как при оценке соответствия. На мой взгляд, вот это определение довольно пристрастно, потому что оно говорит верификация это подтверждение заявлений путем предоставления объективно доказать, что указанные требования были выполнены. Здесь я вижу только одну сторону медали, но у нас есть важное примечание внизу. Верификация применяется к заявлениям, касающимся уже произошедших событий. то есть здесь имеется в виду исторические какие-то события уже произошли или уже полученных результатов. Копках подтверждения достоверности. Вот в этом подтверждении достоверности и есть второй уровень. То есть вы видите, что довольно сложно иметь всю четкость, прозрачность, которую мы ожидаем, но все в определении дано. Это не идеальное определение, но оно позволяет нам понимать ситуацию. У нас также есть вот такая картинка 17.0.29. Вы уже знаете, уже видели ее. И я очень рад, что в стандарте указана вот эта именно диаграмма. Оно дает четкое разграничение между понятием валидации и верификации во времени. Когда вы работаете с историческими данными, это верификация. Когда же речь идет о прогнозировании будущего, это валидация. С этой точки зрения все понятно. Сейчас мы перейдем к некоторым другим сложностям в связи с терминологией, которая уже используется в 14.065, часть третья, которая уже была опубликована. 17.029 был еще только в разработке, когда 14.065 уже был опубликован. Определение 14.065, часть 3 было взято в той форме, в которой оно было, потому что в семье стандартов 14.065, это вот помните, да, вот график, мы показывали, все различные стандарты. в этой семье стандартов нужно быть последовательным в использовании терминов. Здесь 14.065 без каких-то сомнений было решено использовать термин из 14.065, часть третья, для того, чтобы обеспечить последовательное применение во всей семье стандартов, которые касаются ПГ. и так как мы называем объект оценки соответствия, что клиент дает верификационный и валинационный орган, что нам дает клиент. В случае 14.065, 14.065, часть 1, это называется заявление, заявление по ПГ, чтобы быть максимально точным. Но если мы вернемся к 17.029, вы видите, что тут используют другой термин, заявка или утверждение. И если вы помните, если мы вернемся, если мы вернемся к определению верификации, вы увидите, что используется, должно здесь использоваться, я не знаю, здесь в переводе указано или нет такое слово, как бы в латинском тоже у нас есть, очень сложно разграничение между заявкой, утверждением, заявлением. Есть в английском языке много слов, которые имеют свое немножечко дополнительно понятие, которое в итальянском не всегда есть. Если мы, наверное, может быть, у вас тоже так же, если мы вернемся, здесь верификация сказано подтверждение утверждений или заявки, здесь указано на слайде заявлений. Мы можем здесь по этому слайду узнать, о чем идет речь. Верификация, это утверждение клиента и так далее, и так далее. Это объект оценки соответствия. Нам нужно помнить, что то, что называется заявка или утверждение в 17.029 по стандарту 14.065 называется заявлением. И следующее, что может создать еще больше путаницы на рынке. Когда мы переходим к результату, который выдает орган верификации, какой результат выдает орган верификации? Это декларация соответствия, используя общую терминологию ISO-CASCO. Но в стандарте 17.029 это говорится о заявлении, а в новой версии 14.065 используется слово заключение. То есть опять какая проблема? Проблема в том, что терминология разница, но и понятие, которое включено в заявление отличается от того, что если мы пойдем вот если мы перейдем к 14.065 заявление заявка это тоже заявление то, что дает клиент, а 17.029 заявление это то, что выдает орган верификации это запутывается я уверен, что вас ситуация тоже такая не устраивает это очень сложно работать вместе у нас может быть большой опыт реализации верификации валидации ПГ по всему миру но с другой стороны есть необходимость разработки документа которые будут не только к ПГ но и к другим сферам я надеюсь вы понимаете сложность этого понятия и что ваше недовольство по крайней мере понимаете откуда что происходит в связи с чем на я вопросов не вижу сейчас поэтому мы можем перейти к содержанию принципы первый момент это то что у нас принципы разделены Даниэль прошу прощения я просто не уверен я немножко пропустил здесь был вопрос от Инны Лисовой и Инна этот вопрос все еще актуален или уже на него есть ответ по резолюции актуален я так понимаю тогда вопрос можно я прочитаю АИАФ резолюция говорит что 17.0.29 что он применим только при комбинированном применении с 14.0.65 так ли это я не уверен Инна в этом моменте я честно я уверен что это не обязательно использовать 17.0.29 всегда комбинацией с 14.0.65 это касается верификации ПГ при верификации ПГ вы используете 14.0.65 и это подразумевает что вы используете 17.0.29 но только при верификации ПГ Инна я ответил нет на ваш вопрос вы получили ответ хорошо и так принципы разделены принципы для процесса валидации верификации и принципы для органов валидации верификации У нас много есть что изучить я предлагаю перейти сразу напрямую к общим требованиям и общие требования здесь у нас представлен их список юридический статус ответственность за заявление по ВВ управления беспристрастностью и ответственность юридическая позвольте сказать что вот эти требования такие требования являются общими для всех мероприятий по оценке соответствия то есть должен быть юридический орган каким образом управляться беспристрастность ответственность конечно же есть какие-то конкретные описания требований но я не вижу как-то ловшеств в этой сфере поэтому я предлагаю просто быстро пройтись по этому пункту но может быть будет важно упомянуть структурные требования и что было запрошено все органы верификации и волификации должны документально оформлять свою организационную структуру обязанность ответственности и полномочия руководства и другого задействованного персонала вы видите что необходимо описывать все быть прозрачным быть не просто прозрачным в управлении своими мероприятиями для того чтобы быть аккредитованными я считаю это важно я отвечу на вопрос того кто несколько дней его задал по минимальному числу людей да я говорил да теоретически должно быть как минимум два человека но тоже время нужно помнить что это невозможно потому что скорее всего у вас другие мероприятия вы осуществляете то есть должна быть четкая организационная структура обязанности расписаны требования к разному персоналу и далее процесс должен иметь место процесс эффективного контроля деятельности по ВВ осуществляемой организациями находящимися под его оперативным контролем потому что также возможно что вы возможно а вообще дозвально распространено что вы привлекаете каких-то внешних людей и эти люди должны быть компетентными потому что мало есть людей которые компетентны по огромному кругу вопросов поэтому вам предпочтительнее иметь эксперта по какой-то конкретной тематике сфере и этот человек может работать на компанию или работать в другой какой-то консалтинговой структуре но это возможно нужно это относится к оперативному контролю и вы соответственно должны описывать каким образом вы поддерживаете этот контроль это важный момент далее мы переходим к требованиям к ресурсам я вижу здесь вопрос и вижу три вопросительных знака это вопрос ко мне Саулят видимо да он такой длинный я попробую его сформировать да я попробую сформировать сейчас значит обращается Максуд Жак Сыбаев и он говорит что он представляет ассоциацию верификаторов и валидаторов в сфере парниковых газов и им пришел проект правил по верификации и валидации парниковых газов для комментариев и предложений и спрашивает какие бы вы могли дать рекомендации по разработке правил ну вот этих правил первое они не должны дублировать стандарты и второе не отклоняться от принципов построения правил полностью соответствовать ISO 14065 и 14064.3 если я правильно прочел если вы хотите Максуд вы можете через микрофон задать свой вопрос или уточнить потому что я ну мне было сложно понять может быть Даниль понял я понял одну часть я может быть попрошу Максуда быть более точным по другой части он говорит что Максуд ассоциация верификаторов валидаторов в сфере парниковых газов получили они проект правил это связан проект правил по системе торговли выбросов в Казахстане или это какие-то другие проект правил по валидации и верификации ПГ и я бы хотел все-таки прежде чем я буду отвечать получить вот это уточнение чего касаются эти правила по верификации и валидации ПГ это направлено на систему торговли выбросами в Казахстане или нет или это какие-то другие правила еще раз добрый день Даниэль нет это правила проведения работ по валидации верификации парниковых газов меня слышно было я не могу понять кто эти правила разработал кто их выпустил вы их получили а кто их разработал министерство экологии от них пришло связи внесением изменений в экологический кодекс окей хорошо если вы не возражаете я вижу Алима пишет что связи с казахстанской системой торговли выбросами в любом случае если вы не возражаете я предлагаю перенести этот вопрос Саулету перенаправить и мы можем обсудить этот вопрос на в последний день семинара я буду рад поделиться какими-то рекомендациями но для этого нужно мне сперва понять систему которая существует в Казахстане получше вы знаете стандарт требует разработки программ программных требований то же самое время нужно быть аккуратным при внесении каких-то дополнительных требований которые могут быть в конфликте с системными требованиями поэтому тема очень чувствительная я бы не хотел давать ответ сейчас без хорошего понимания ситуации на месте в Казахстане и я бы предпочел эту дискуссию отложить на последний день нашего семинара когда мы будем обсуждать казахстанские реалии Максуд спасибо большое за вопрос поскольку его адресовали мне я его записал у меня просьба вот мы 2 декабря у нас будет общее совещание общий семинар и было бы хорошо если бы подготовили небольшое выступление по этому вопросу и как бы на повестку внесли этот вопрос каким-то образом в виде презентации или просто выступления или каких-то дискуссий ничего то есть я пока не знаю как это писать я его себе записал ваш текст как вы его в чат написали и написал что это 2 декабря было бы хорошо если вы приготовили какую-то либо презентацию либо еще что-то чтобы Даниилу было проще комментировать скажем так чтобы он мог понять систему понятно спасибо с удовольствием тогда обсудим на я бы хотел попросить вот НСА завтра ну через некоторое время у нас будет все все вопросы ответы только для НСА не там же я хотел бы обсудить то что у нас будет 2 декабря Саулет я также хочу воспользоваться этим вопросом и тоже задать вопрос возможно было бы оптимально во время следующих семинаров организовать вводную какую-то презентацию либо какое-то сообщение по системе в Казахстане какая система действует общие какие-то положения с тем чтобы было более полное понимание о том что на данный момент действует в Казахстане и как ситуация развивается сейчас это поможет мне понять рамки и структуру действующей системы хорошо я понял тогда мы пригласим кого-то за Жасов домой чтобы они могли это рассказать я думаю я сейчас тоже себе запишу этот вопрос и будем формировать спасибо большое спасибо если вы не возражаете я хотел бы остановиться на положении номер 7 прежде чем мы прервемся на небольшой перерыв это тоже требование касательно касательно аутсорсинга это общее требование касательно персонала и также оно предусматривает уровень компетенции не только для верификации но также для управления внутренним штатом людей есть определенные требования минимальный уровень требований с тем чтобы прежде чем наделить человека какими-то полномочиями но также здесь описан процесс управления части компетенции потому как это не не просто привлечь компетентных людей но когда мы говорим компетентный это ну как бы не та квалификация не та категория которая присваивается на всю жизнь или которая у нас есть всю жизнь компетенция она да присваивается по каким-то требованиям но ее необходимо поддерживать так как требования меняются и необходимо постоянно повышать и актуализировать свои знания и я уверен что у нас очень много лиц выполняющих верификацию и вализацию которые работают по старым версиям но сейчас к примеру мы обсуждаем новый стандарт по процессам по аккредитации 29 стандарт взаимодействия этих стандартов и автоматически человек не становится компетентным либо некомпетентным безусловно должен быть процесс который направлен на поддержание этой компетенции в течение времени и здесь есть как раз таки требования касательно этих самых компетенций и важно помнить что окончательный контроль за итоговые решения должен быть за уполномоченным органом именно наем людей для принятия окончательных решений запрещается делать методом аутсорсинга саулет у нас есть еще один пункт это программа там пара слайдов и возможно потребуется на освещение этого вопроса порядка десяти минут как мы поступим сейчас прервемся либо обсудим и потом сделаем перерыв так давайте давайте эту часть завершим и потом на перерыв отойдем если десять минут хорошо у нас есть одно только требование в стандарте которое говорит о том что программа должна соответствовать требованиям 117-29 и его требованиям нет какой-то какого-то требования в стандарте в отношении программы но есть требования о наличии программы и у нас были масштабные обсуждения по этому вопросу потому как всегда есть кто-то который будет пользоваться этим так сказать этой лазейкой к примеру кто-то говорит программа просто должна быть и нет никаких требований в отношении наполнения программы в отношении ее реализации но наряду с этим мы должны обеспечить соблюдение требований области применения и если орган полномочий на такие требования не обозначил очень сложно обеспечить такое соответствие и по этой по этой причине мы в приложении А добавили информацию где мы настоятельно рекомендуем использовать данное приложение при разработке программы с тем чтобы находиться ну как бы в соответствии с ИСО 17.029 получается что это не требование но это настоятельная рекомендация опять же повторюсь очень важный момент программа может содержать более строгие требования чем ИСО но не может противоречить содержанию стандарта и это вот та ситуация с вопросом Максота где он где он был абсолютно прав что что мы можем использовать более строгие требования но мы не можем вводить требования которые тем или иным образом противоречат действующей версии стандарта еще один пункт также крайне важный то есть нет какого-то предварительно одобренного шаблона программы программа может быть разработана органом то есть например органом ПВВ ассоциациями государственными органами частными государствами нет никаких ограничений и именно по этой причине я спросил Максота какого рода правила вы составили и кто изъявляется стороной выпускающей эти правила потому как это схожая логика вот с ситуацией с программой и нам необходимо помнить что программа на самом деле критически важный компонент потому как к примеру в случае с 17.0.29 это он описывает требования но но что важно что внутри правил то есть по сути стандарт это коробка а что внутри коробки это наполняем мы то есть что внутри и каковы правила программы которые дают более-менее приемлемую степень доверия достоверности к этому наполнению прошу не забывайте об этом я не знаю есть ли у нас вопросы я не вижу вопросов поэтому наверное перерыв я не знаю что но я не знаю что это я не знаю обывали